Последний подготовок и стадия драфта стартует прямо сейчас. Напомню, это команда Blacklist International против RRQ Akira. Бразильская команда, представитель RRQ. Посмотрим, что они придумают. Последний шанс для команды RRQ Akira для того, чтобы остаться в верхней сетке, как минимум еще на несколько мгновений. Очень надо им побеждать, иначе после этого поражения они падают в нижнюю сетку. В то время как Blacklist хотят избежать повторения ошибки прошлого сезона, когда они проиграли именно в верхней сетке команде, которая являлась андердогом. Они проиграли как раз тому же самому BTK от MOBA Zayn и упали в нижнюю сетку. И по полному сразу прошли Оники, RRQ, сразу на ранних стадиях. И не сказать, что все было просто для команды будущего чемпиона М3. И в этой игре мы не увидим Джой, Франка и со стороны команды Blacklist, со стороны команды RRQ в бан отправляется Кэрри, Глу и Ван Ван. Первый пик — это Бенедетта от команды Ахэба. От команды Blacklist, да, это Бенедетта. Снова они удивляют нестандартными пиками. Лес или Лайн, вечная вилочка. Ну, скорее всего, это по большей части она сейчас у нас... Ив должны забрать. Давайте заберем Ив наконец-то. Нет, Ив не забирают, серьезно. Опять Клауд. Клауд не так классно себя правил. Тут сейчас 100% будет Ив. Ив и что-то. Ну, у них шикарно получается играть, и от Ив действительно огромное количество проблем. Ломается вся позиционка, поэтому почему так избегают ее ребята из команды RRQ, я не понимаю. То есть они и в бан ее не отправляют, и в пик не берут. То есть как будто они предлагают сопернику «Возьмите, пожалуйста, Ив, нам против нее так хорошо играть». Но это не так. Да, ну что ж, нужно сейчас Blacklist отвечать на это на все. Мы знаем, что Грок сейчас не в бане. Очень часто против Клауда берется Грок именно. Ну, Тризла тоже, как вариант. Ну, Тризла иногда, но не такой частый пик, а вот Грок прям любит. И Бонадетта в таком случае должна идти в лес уже. Ну, мы помним, что были и Бонадетта в саппорту у нас в некоторых чемпионатах. Конечно, конечно. Решение принимается. И в плюс. И это... А нет, Валентину они забирают. Ну, опять. Опять. Очевидно, что дальше будет, скорее всего, бан Барца. Ну, наверное. Бан Барца. Я бы банил Барца, однозначно. Кэрри-то все-таки нет, и пробивает. Ну, Клауд очень плохо пробивает Барца. Там слишком много армора, и ему не хватает итимизации для того, чтобы это сделать. Плюс Эссет еще хилит. Там еще Бонадетта, там еще Валентина. Ой, как сложно будет Клауд. Клауд сейчас вот прям, я чувствую, что он чувствует, что эта игра не самая простая для него будет. А Blacklist International является одной из самых опасных команд на М4. Но мы верим в себя, оптимизмом, и с оптимизмом думаем, что мы сможем это сделать хорошо. Это говорит роумер команды РРКЮ Акира. Ну что ж, не знаю, когда он давал вот это интервью, но сейчас, сейчас одной веры не хватит. А, их-то в бане. Да, ну вот видите, уже замыливается глаз. И в бане, поэтому и Валентину, собственно, забрали. Все четко. Луис, это чум. Да, кстати, интересно будет посмотреть, сейчас РРК должны прям крепко подзадуматься, что им делать. Ну, я думаю, что Барц в бан, и, скорее всего, Фредерин в бан. Нет, тут не надо особо задуматься, тут как бы они напикали основу, которая превосходит основу соперников. Сейчас им нужно взять на экспу... Сейчас баны. Ну, я понимаю, но сейчас им нужно посмотреть, что на экспу взять против Лапу-Лапу. Потому что Бонадетт, в принципе, тоже неплохо стоит, но, скорее всего... Мне про РРК, Петя. Я говорю, что им банить? Да, это кажется, что им банить. Они уже набрали персонажей, которые будут с большой проблемой смотреть в это будущее. Им нужно сейчас придумать, каким образом с Эстасом играть. Потому что их состав против Эстаса сейчас не подходит. Минус Барц. Ну, единственное, Барца можно убирать. И Фредерина. Фредерин тоже себя неплохо показал. Я думаю, что он шикарно заменит Барца вообще, без вопросов. Ну, толстых персонажей будут убирать, гарантированно. Но можно Стрелка какого-то убрать, в принципе, как вариант. Ну, а кто там из Стрелка? Можно, опять же, соперники могут и Харита взять, и... Еще дополнение. Ну, нет, по Стрелкам там очень много. Надо убирать всех. Только 1-1-1 кэри. Ну, кстати, знаешь, что кого могут взять Блэклисты? Они могут взять... Харита, кстати, неплохо смотрится, по идее. Но слишком много Макрона получается. Минус Линк. Сейчас, скорее всего, от РРК будет минус Фредерин. Как мне кажется, неплохое решение. Нет, мне кажется, что не Харита возьмут Блэклисты. Они возьмут Броуди. Харита. Убрали Харита. Да, но я говорю, Харита не возьмут. Так и есть. Ну, тогда здесь, как вариант, сейчас по банам посмотрим, кого бы им стоит подбанить, да? Против кого они не хотят играть. Ну, а Лесники остаются, наверное, лес какой-то уберут здесь еще один. Ну, Хайбуса могут убрать, может, неудобно быть против него. Ну, я не верю в Хайбуса против такого пика. Мне кажется, он вообще малоэффективен. Тем более, на старте тебя опять же подзадавят. Ты не сможешь набрать то, что тебе необходимо. Ты заметил, что Каю не берут Брэклисты вообще, абсолютно. Ну, когда открыт Эстас, они, наверное, хотят максимально быстро отыграть и не понимают, что все знают, что Блэклист играет на Эстасе. И, может быть, Каю оставляют под следующие этапы, как раз не показывая свои топ-стратегии. Минус Фаш. Тут нужен какой-то Лесник, какой-то Саппорт. Да, вот это, конечно, тайное человечество. Как насчет Ксавьера опять? Ну, Ксавьер, наверное, не столь эффективен. Может быть, Лилия опять же. Ксавьера, да, наверное, сложно будет очень здесь. По поводу Лесника у меня вообще, честно говоря, если нет, я не могу придумать. Лилия перепикывает. Здесь вообще нереально будет играть, на мой взгляд. Но, скорее всего, сейчас они будут выбирать именно... Ну, я бы Саппорта, наверное, брал, но какого? Это Ксавьер все-таки, да. Ну, а не Забайтили под Ксавьера, Ксавьеру сложно. Ну, а кого еще, этот вопрос? Кого еще? Люнакс есть. Люнакс есть. Посмотри, там нет контроля. Не реализуешь особо, мне кажется. Да можно через... Сейчас наберут контроль, это не проблема. Я думаю, здесь будет Фредрин, мне кажется. Ну, Фредрин смотрится достаточно уверенно, но урона-то может не хватать очень сильно. Либо плотный Лесник еще какой-то. Но по поводу урона сейчас подумают тоже, опять же. Есть Валентина как минимум, есть Веник, который будет сильно мешать. Да, нужен какой-то прям вот такой. Взрывной хотелось бы. Но, не, они взрывной, наверное, не захотят. Скорее всего, возьмут толщину в целом через Фредрин. Почему? Потому что Блэк Лист любят через Эстеса. Нет, я не про... Я говорю именно про Голд Лайн. А, Голд? Да. Ну, Броуди, не знаю, может быть, Броуди. Броуди мне не нравится. Это Беатрис и Ау. Это Валентина в лес? Да, это Валентина в лес. Уже видели мы эту стратегию. Брата ли получается по ХП вообще? Ну, жестко, конечно, получается. И маг урона очень много. Мне не нравится, честно скажу. Такое решение очень спорное, как по мне. Ну, пробуют что-то новое, видимо, либо хотят показать что-то новое. Посмотрим, чем это будет заканчиваться для команды Блэк Лист. Но я считаю, что сейчас у РРК шансы появляются. Мне кажется, Фредрин здесь смотрел себя поувереннее. Но, опять же, это субъективное мнение. У вас может быть свое. Пишите в чате, какой бы пик вы хотели видеть. Бакси там, кстати, появляется. Вот мы ласт пик не увидели от команды РРК. Там будет Бакси. Но Бакси интересный вариант. Это лес Бакси, да. Вообще, казалось бы, что Бакси должен контрить как раз Блэк Листов. Потому что у него дополнительно... У него единственный антихил, который стакается с другими антихилами. Но есть проблемы, да? Да, есть проблемы, потому что его не берут в Азии против Эстеса. И, очевидно, есть какое-то оправдание для этого, для всего. А выглядит, да, в теории выглядит как идеальный контур. Опять вот, знаешь, на бумаге всегда все здорово. А по факту получается не совсем так, как ты планировал. Поехали. Удачи хочется пожелать всем командам. В первую очередь команде РК, потому что у них ситуация, очевидно, посложнее. 0-2 они сейчас проигрывают, напомню. Ну и посмотрим, опять же, на контроль центра. У нас Листники принимаются за свои задачи. Валентину влез, мы уже видели. Опять же, в тот раз у нас команда победила. У Зигина проблемы. Зигина здесь. Он неплохо двоих подстанил. Еще живой остается, что тоже немаловажно. И вновь старт на помиду, опять же, за командой Блэк Лист. Ну а не раз за разом. С Эстесом тебе тяжело его перекликать на старте. Здесь намного отхила. Ну, они еще позиционочку выдержат более точно. Соперник очень хочет играть по крипам, а Блэк играет по всему, чему только можно. Первая минута у нас только-только подходит к концу. Бакси изучает пространство. Думает, по кому бы сыграть и где. И как мы... Ой, хорошо, сейчас Эгин попал по двоему. Но Бакси решил не встревать, не нападать на игроков, потому что потерял бы слишком много времени и потерял бы темп потенциально. Вот они. Разборки на центральном коридоре. Там каши на лапу-лапу против Беньки. Старается что-то придумать. Ну и Ахеб здесь подфармливает пока с гранатомета. Столетиков. Монетку уже тоже забрал. Чувствует себя более уверенно. Но Клауду на старте прям на самом сложноватом из предметов, конечно. Хаджи встречает сейчас игрока команды РРК в Бразилии. Но не ловит его. И мы видим, что игроки команды Синих не хотят и не пытаются получить четверку заранее. То есть в этой игре они будут играть снова вторым номером. Да, то, что плотнее чего-то никакого нету, мне кажется, это не очень хорошая история. Луиза пытались привязать. Получилось это сделать. Но все-таки пока урона и динамики забрать его не хватает. А там Беня идет на помощь Фарамис. Опять же, там засада импровизированная из лапы-лапы Бакси. Но как будто бы им не должно хватать урона. Ну, более стартово, толстый пик у игроков РРК в Бразилии, безусловно. Но это надо как-то реализовать. А вот в лейте уже, конечно, Блэком будет. Ой-ой, подловили Валентину. Валентину минус. Нет, ульта Фарамиса ее спасает. Но я боюсь, что все-таки до конца дожмут этого персонажа. Хороший минус. Подключение к Савьера слишком поздно. Эдвард здесь, скорее всего, ничего не сделает. Уйдет просто под вышку. И 1-0 в пользу РРК. Мы видим, что игроки команды Блэклист не остаются в файта, который они не могут выиграть. Вот в этом их односторонний. Еще один минус. А вот Эстас зачем-то... Да, только я говорю, что не остаются. Эстас заходит и проверяет, а бьют там черепаху или нет. Как вы думаете? Ну, нету ни одного плотнича. Я уже сказал об этом, что танковать-то особо некому. Кого будет выхиливать Эстас, если все разлетаются в секунду? Это, конечно, большая загадка для меня. Именно поэтому я и сказал, что мне не нравится этот вариант от коллектива Блэклист Интернешнл. Ну, Бенни должна как-то собираться в жир без урона. Мне кажется, они смотрят на будущие игры и хотят запутать соперников на будущее. Чтобы те думали, что они выбирают достаточно нестандартные. Да, запутать можно, но в нижней сетке тогда уже придется путать. Если сейчас продолжим таким заниматься. Мы говорили, что они не занимаются, а они таким, видимо, занимаются все-таки. Минус Эстас в очередной раз. Хаджи пытается убежать. Это у него делать получается. Не понимаю я команду Блэклист в данном случае. Но они решили что-то сделать такое, что наведет смуту в сердца и в голову аналитиков в следующей стадии. Поэтому, скорее всего, в этом связано. И хотят усложнить себя. Но видят они, что они отыгрывают в тимфайтах лучше, чем в РФ в Бразилии. Поэтому почему бы, собственно, нет. Это не говорит о том, что у них совсем плохой пик. Это говорит о том, что они просто хотят что-то нестандартное взять относительно остальных команд. В нижней сетке это что-то нестандартное, я бы сказал. Вот такое, наоборот, нестандартное. Они просто раз через нижнюю шли. Ну да, ну да, только на такой стадии. Хорошо, давайте смотреть, что будет происходить дальше. На такой стадии, Сереж, кстати. В теории, кстати, у нас RQ должны опять постараться сделать все возможное. Но если Black'ом удастся удержаться и как-то вот они игру выровняют, то, в принципе, наверное, шансы у них есть. Хотя я бы тут поставил все-таки на команду Blacklist. Ну, сложно просто бразильцам-то будет все это реализовать. На команду RQ, прошу прощения, заговорился. Да, ну, а я думаю, что ты все правильно сказал. Ну, кто как, кто как. Ну что ж, полторы тичьи преимущества Blacklist. Четвертая минута, чуть-чуть отстают они в начале. Надо понимать, что у Estos собирается, как правило, у нас через книгу у игроков команды Blacklist. Поэтому, безусловно, танковать он вообще ничего даже близко не может. Поэтому ему сейчас довольно сложно. И все файты, которые будут, будут отнимать огромное количество хп и будут проходить довольно быстро. За черепаху борьба здесь на центре. Пытается бороться и Blacklist, и RQ. Луис пока просто на себя отвлекает. А вот здесь Хаджи могут подловить. Нет, все-таки это сделать не получается. Тикаши притянули. Тикаши вынуждены прожимать ультимативную способность. И плохо за Старом здесь. Делает минус по Валентине в очередной раз. Лапу-Лапу, скорее всего, заберут. Но пока он еще живет, читок опять же кастуется. Должны его привязывать. Но забирать-то про прежнему не получается. Сиген бежит. И Каша бежит. Минус Сиген. Включается Бакси. И Бакси только решает все проблемы. Минус 2 на 1. На размен, конечно, пользуясь в Бразилии. Но Blacklist забирает первый килл для себя. И важно то, что Клауд еще тебя очень хорошо чувствует. Он будет сейчас запушивать Тавер. Забрал всю голду и еще и Тавер забирает. Кстати, всю голду не факт, что он забрал, потому что с пятой минуты пропадают щитки. Но вот Таверку он уничтожил точно. Я вижу ее развалины. Да, есть такой момент. Голду показывает. Неужели Беатрис опять проиграет? 3 700. Обидно за нее. 3 700 Беатрис, 3 700 Клауд. Полное равенство. Здесь у нас на Мидлейне небольшое столкновение. Ну и Кинг колесит по всей карте во своем баксе. Кстати, клинок отчаяния появляется на Беатрис. Уроны будут побольше с зеленочкой. И лапу-лапу далековато зашел уже во вражеский лес. Куда он держит путь пока остается загадкой. Но, видимо, хочешь просто помешать Валентине, чтобы она не так спокойно себя чувствовала. А Валентина пока тоже в лесу выглядит не то чтобы очень презентабельно. Хотя... Ну, у нее есть, в принципе, ульты-то неплохие, которые можно было бы забирать. Не идеальные, но вполне неплохие. Клауд отпушивает топ-лейн. У кого? У кого я забрал ультимейт-то? Можно забирать. Ну, у Ксавьера не идеально, конечно, но тоже неплохо. У Чу можно забирать. Ну, вот и все. Вот и сказочке конец, как говорится. Ну, маловато, маловато, как по мне. Итак, мы видим, что сейчас снова занимает центр, о чем Сережа говорил уже в прошлой игре. Что ребята Блэклист обожают находиться и быть в центре внимания, но не показывая себя. Они где-то рядом, знаешь, такой вот. Прямо смотрят за тобой постоянно. Да, забатились на Ксавьере, но он такой подходил специально, как будто чекает этот куст, понимая, что все-таки успеет отойти. Подловить его не получилось. Сульту прожимает Беня просто для того, чтобы уйти оттуда и забрать пачку грипов. Все возможно в этой игре. Даже пачку хрипов можно забрать. Итак, далековато Форамис, оказывается, пытается под башню притянуть. Сейчас игроков ТК-ши играет. Лапу-лапу будет ультовать. На отход он сейчас отыгрывает. Эдвард подключается на БДД. Ульта от Клауда пошла. Ульта от Форамиса в ответ. Хаджи идет вперед. Мало хп. Ой, как мало хп. Лойерка в Бразилии. Очень хотят добить. И Форамис добивает Ксавьера. Догорел, да? Чем-то, да, догорел. А Зинга зачем-то подходит. Тут Бакси, опять же, очень хочется пересматить соперника. Но этот файт, конечно, был интересен. Мы видим, как связочка работает. Здесь и ульта Эстаса. И как только понимаешь, что они вывозят по хп, тут же подключается Форамис. И с новой силой у нас фулл хп персонажа от Блоклистов. Пока этого хватает. Пока очень здорово получается. Здесь, ой, как неплохо-то Лапу-Лапу подловил. Но урона, скорее всего, не хватит. И Миндета, казалось, битый уходит. Лапу-Лапу, кажется, очень неплохо отыгрывает против Эдварда. Честные. Да, и Лапу-Лапу играет по башне. Несмотря на то, что соперник играет по крепу, все-таки башня выживает. И решил Лапу-Лапу не рисковать и не пытаться нанести еще пару-тройку ударов. Непонятно, чем закончится данное противостояние. Теперь план этот понятен. Да, Estes плюс Форамис, видимо, считают, что вот за счет этого должны жить персонажи, основные команды Блоклист. Но вопрос, хватит ли этого. Ну, довольно сложная для реализации связка. Но против Клауда должна заходить очень даже неплохо. Они как пошли по стопам игроков из Малайзии, которые максимизируют что-то одно. И вот здесь они максимизировали потенциал защиты против Клауда. Бонететта играет по крепам, не по игрокам. И таким образом защищает свою линию без проблем. Здесь, опять же, если нейтрализовать Клауда, то урон настанет только от Ксавьера. А от Лапу-Лапу, казалось бы, Чу и Бакси, они там много урона не выдадут. И возникнут определенные проблемы. А теоретически из Беатрис, да, есть, опять же, Валентина, которых этого урона должно хватать. Хотя мы видим, что Эдвард страдает от плотных соперников. Забирает этого вышку. Тут без вариантов вообще подошел еще и Клауд, кусту Лагуста. Так что пока карту больше отжимает команда Рыжки. Да, и очень даже неплохо у них это получается. Но преимущество по Галдето минимальное. Полторы тысячи всего лишь. Игроки команды Блэклист выходят ближе к мидлейну. Вайт забирает крипа и не получает лишнего урона. Таким образом, к файту готовы сразу все игроки команды Синих. Вот здесь его файты может быть. Но Кинка решает подождать своих тиммейтов. Да, Рановадон вылез. Но башню подсейвили, даже не нанеся урон по сопернику. Появляется лорд. Да, Сейгена, конечно, стоит побаиваться. Потому что от Ксавьера урона будет более чем достаточно. Здесь будут играть Блэклист или нет? Они не знают, где лапа-лапа. Поэтому не лезут вперед. Сейчас Беатрис забирает крипов на мидлейне. Ульта от Ксавьера попадает, кстати, странным образом по двум игрокам. Ой, Беатрис, как сочно со снайперки-то отнимает густи-ла-густи. Некоторое количество УКХП. Чего себе некоторое количество? Там два лица отстегнулось. Достаточно приятно, скажем так. Ну и лорд появляется. Что же, традиционная битва за лодом на центральной линии. Здесь уже РНК должны выступать первым номером. Но хотя тоже не хотят форсировать события. Байтит, стягивается все потихонечку. Лапа-лапа очень близко. Позиции лучше, очевидно, у РНК. Они пытаются идти в нападение. У Хаджи серьезные проблемы. Охэп также отступает. У Мабинус тоже бежит. Приходится проживать ультимативную. Но доберут все-таки неплохо. От лапу-лапу станчик мог пройти по двоим. Но все-таки забирает пока одного. Эдвард просто забирает. И Каша начинает его пытаться забирать. Есть минус. Неплохо. Минус Чу. Хаджи уйдет Ли. Пока вроде как да. Да, очень жестко, конечно, разультились игроки и команды РРК. Но у Клауда еще есть ульта. Не сказал АДК команды красных. Своей веской славы. Вот и пошла ульта. Хаджи отходит в сторону. А Кэп без КП. Абсолютно разворачивается играть по Клауду. Но Клауд добирает MVP чемпионата М3. И поэтому сейчас у РРК все очень хорошо. Однако Вайс с этим не согласен. Хочет зайти. Он под лорд. И Каша на лапу-лапу влезает вперед. Подходит Бенедет. Играет. Еще и подходит Фарамис. Своей стороны прокастовочку дает. Минус лапу-лапу. Хилинг спри на Фарамисе на самом. Хитрый Клауд играет по крепам на мидлэйне. Лапу-лап очень долго жил, кстати. Бакси тоже в опасности. Лапу-лап все-таки отойдет. И Эдвард здесь далеко. Эдвард очень много получает. Клауд просто в него встепился. Не хочет отпускать Клауд. Эдвард на отхиле. Ну и оттянул немножко Клауд. Очень мало УХП у Лорда. Забирает его. Все-таки Валентина пересмачивает своего оппонента. И бежать к Савьеру. Ультимейт хороший, но недостаточно много урона. Бежит Сейки вперед. Еще одного добирает. Ой, очень долго остановились. Игроки команды Блэклисты. И Чу попытался их догнать, но не успел. Все-таки отошли в сторону чемпионы мира. Пытающиеся защитить свой титул. И таким образом попробуют сейчас что-то сделать с Лордом. Хотя без Вайза это сложновато будет реализовать. Кстати, молодцы. Зрители нам подсказывают тоже много всего интересного. Вот по Ахебу опять же сыграл он Беатрис 8 раз. На чемпионате М3. И винрейт этого героя 87%. Впервые на М4 в этой игре. Да. Интересно, как он будет себя проявлять. Но там, конечно, Ахеб был очень-очень хорош на ней. Лорд идет по топ-лейну. И впервые Рокю Бразилия отдает Лорда первыми. Сейчас, конечно, Блэклист, скорее всего, опять не будут форсировать. Будут потихонечку идти с Лордом. Заберут там 2-3 пашинки. И потом будут снова пытаться переиграть за счет правильного файт-контроля. Так вот, зрителям хочется выразить благодарность. Потому что внимательно следят. И вот сообщает один из них, что Сейген это в переводе с японского предел. Вот так вот читается ник этого человека. Это здорово, конечно. Видимо, либо японский знает, либо просто следит за этим игроком. За что тебе огромное спасибо. Атака от команды Блэклист. Они немножко вышли вперед. И для того, чтобы... Ой, файтик начинается здесь у нас. Луис отходит в сторону и Лорд уничтожает Т2. Но я говорил, Блэклист не очень любит вот с первым Лордом прям жестко заходить. А у них есть определенная стратегия, которой они придерживаются. А вот сейчас лицом можно чекнуть очень неудачно. А Хэпчик чекает лицом. Но идет сразу ульта. Не хватает. От Эстаса, но этого не хватает. Ом, Абинус приходит отходить. Хаджи получает ульту от Фарамиса, но тоже погибает. Но это Фарамиса было. Он сейчас, конечно, возродится максимально быстро. А вот Банадете вряд ли какая-то такая привилегия мы увидим. Еще и Эстаса забирают. Что такое-то? РС-5 сделали, но только один Фарамис выживает. Какая-то странная игра от Блэков. Абсолютно неудачно начавшаяся с странного мува игрока на АДК. А здесь могут и закончить, между прочим-то, РРК Бразилия. Луис ошибается, но нет. Умирает он или нет? Крипов-то нет. А сейчас подходит. Крипы АК подрождаются. И РРК Бразилия выигрывает. РРК выигрывает этот матч. И значит, что все-таки доэкспериментировали здесь Блэклис. Нет, ну пик команды Блэклис был похож на шляпу. Эта шляпа очень долго пылилась в гардеробе на втором этаже. И как мы видим, что не помогла она победить данному коллективу. Не знаю, мне кажется, они уж слишком поверили в себя. Слишком недооценили команду РРК. Если дать волю, кстати, вот это может стать триггером вообще на серьезный комбет. И я не удивлюсь, если после этого РРК вообще победят. Ну, не, вряд ли. Сейчас возьмут просто нормальный пикс. А какой нормальный пикс? Они фронтлейн вообще не взяли. Понимаешь? Ни одного толстого перса. Почему? Почему они это не сделали? Больше все странно. Повторюсь, я считаю, что они пытались просто удивить соперников на следующей стадии. То есть специально, чтобы сложно было подготовиться. То есть это не была задумка какая-то. Это не было что-то необычное. Пишут, что Текаши все-таки смог выиграть челлендж против Агента 0. А РК Акира выигрывает третью игру. Да, но это всего лишь третья игра. Поэтому минимальный шанс в команде РК Акира все-таки появляется. И я говорю, я бэклистами недоволен. Даже если это была запланированная акция. Мне кажется, такое тестить, ну, очень сомнительно на чемпионате. А они не тестят. Они именно вот запутать хотели следующий. Запутали, проверяй. Ну, это даже вот подожди. Я не профессионал, да. То есть я обычный игрок, вот как большинство в чате. Вот я такой же обычный игрок. И я просто смотрю и понимаю, что это логично. То есть есть какая-то, знаешь, вот берем футбол. Стандартная схема 4-4-2. Также тут есть у тебя некий танк, да. То есть фронтлейн, какой-то миддллейн. Какие-то саппорты в виде там бойцов. И какие-то герои, которые наносят урон. Да, те же убийцы, те же АДК. Это логичная схема. Она понятная схема. И она работает. Потому что у тебя все равно кто-то урон должен получать. Ну, ты не можешь не получая урон победить. Тебе надо его получать. И для этого есть специальные персонажи, которые хорошо с этим справляются. Есть персонажи, которые наносят урон. Есть, которые осуществляют контроль. И вот в голове эта схема, даже у простого игрока, мне кажется, немножко не укладывается. Но они хотели через Эстасов все-таки сделать так, чтобы Эстас набрал силы, но не набрал. Вот Эстас хилит, но не было кого хилить. Да, не было защиты. То есть хил хорош, когда много защиты. То есть соперник, когда бьет по вам не на 100% своего урона, а бьет там на 60%, на 40% в идеале, на 20% даже можно сделать, чтобы он по вам бил. Но здесь защиты ни на ком не было. И этот хил, который по-хорошему должен отхиливать суммарно, ну, за счет защиты, да, эффектив HP, он должен отхиливать там 10 тысяч хп, он отхиливает там ровно 5 тысяч хп. Потому что просто без защиты эффективное хп оказывается просто обычным хп. Ну, вот так оно примерно и срабатывает. Я, честно говоря, жду сейчас чего-то интересного. Но думаю, что блоклисты возьмут такой уверенный стандартный пик и постарается вот на своем стандарте как-то обыграть команду RRQ. А вот если они с этим не справятся, вот там начнется самое интересное. И там что будет уже предсказать очень-очень сложно. Там как-то уже тренерский штаб подключится. Он и сейчас подключен. Но я думаю, в первую очередь пока еще проблему команды RRQ. В первую очередь они понимают, что против такого пика играть, в принципе, вполне реально. И они это реализовали без особых проблем. То есть победа была уверенная, не то, что им повезло, либо еще что-то в какой-то момент. Все было четко, все было понятно. И они понимали, что они сильнее. И они на этом и сыграли. Ну, слушай, вот здесь мне сложно согласиться. Потому что ребята в Блэклист проиграли один файт, в котором умерло 5 человек подряд. Причем это не нужный файт был. То есть я понимаю, если бы это нужный файт был бы. Но там у них ADK, как в стандартной моей игре, если не я на ADK, заходит, чекает куст лицом, они стоят друг на друге все, его забирают. И вся команда продолжает файт без ADK и умирает. Это файт-контроль и ошибка. То есть они не должны были файти. Бенедед, которая влезла потом одна в пятерых, когда вся команда уже вообще ничего сделать не может, влезает в пятерых, умирает, такой, ой-ой-ой, что такое происходит? Нет, такие вещи, безусловно, надо исключать. Поэтому здесь Блэклист тоже могли выиграть. Но вот эта вот дикая ошибка, которая привела к вайпу 5 человек, это не то, что ты ждешь от чемпионов мира. Нормальная игра-то шла вполне. Они могли, в принципе, ее выиграть. Держались, как будто бы, да, как будто бы даже вперед выходили. И вот ситуация с Лордом, что они его все-таки забрали, да, она тоже могла вам ронгом перевернуть. Но ADK не сдали свои позиции, спокойно отдэфились и вот совершили все-таки тот файт. Возможно, да, действительно, такая пара критических ошибок сыграла против команды ADK. Этого против команды Блэклист. Этого мы теперь уже не узнаем никогда, потому что эта игра закончилась, она ждет следующая игра. Но, конечно, лучшие моменты и статистика на ваших экранах. Вот опять Беатрис. Вот Беатрис прям все руинит, всю статистику. Да, Беатрис вообще ничего не выиграет. Но если лицом не чекать кусты, может, и выигрывала бы. Да, жалко. Ну, вроде как и антифиз был, и вроде как необходимые предметы, и урона должно было хватать. Но все-таки нет. Лапу-лапу себя проявил тут просто шикарно. Мне прям очень понравилось. Его убить было практически проблематично. 6-1-4, он там жил против троих, крутился, еще и килы какие-то делал, умер всего один раз. Шикарная работа. Да, а вот тут же самое. Эстод себя проявил достаточно плохо. Видишь, собирает, собирает, собирает себе защиту, но поздновато. Но самое главное, не надо так ошибаться. Со всеми может произойти такая ситуация, как мы видим. Чемпионы мира тоже не играют и абсолютно идеально. Да, есть такое тоже. Ну, опять же, вопрос по драфту. И вот, с моей точки зрения, это основная причина проигрыш команды Blacklist. Посмотрим, что будет дальше. Здесь статистика, опять же, ну, достаточно стандартная, потому что ничего сверху, естественно, на карте не происходило. Молодцы все. Молодцы все, но РРК молодцы больше. Намного больше. Выиграли же все-таки. Это точно. Ну, а сейчас маленький разбор такой будет, что произошло там у них и все. Вот, а что происходит, когда бы Астрову немножечко не доиграть? Что должна была Мавинс сказать? Должна. Раз ее назвали The Queen, то значит... Ну, этот игрок. Да, этот игрок. Вот. И можно сказать, что не заходи, подожди, сейчас чекну куст. Все. Как это решать? Все. Подожди, чекну куст. А ДК вот совсем торопился, торопился и получил то, что, наверное, очень не хотел. Я думаю, сейчас будет максимально быстрый старт игры, как мне кажется. По той простой причине, что если они хотели действительно что-то попробовать, значит, они сказали, ладно, попробовали, не получилось, все, играем дальше. А РРК у них как бы все окей. Но подзадуматься, конечно, стоит, потому что сейчас вот очень важна будет стадия драфта, очень важно будет посмотреть, какие будут контрпики, что вообще в баны отправится, потому что, может быть, будет подстройка предыдущей игры, может в бан Эстас улететь, и команде Блоклист придется возвращаться к каким-то своим первоначальным стратегиям, как они играли, допустим, в групповой стадии, либо что-то новое показывать, либо что-то, опять же, выдумывать. Ну, интересно. Интересный получается матч такой, непростой. Да, кто бы мог подумать, что все-таки вот так вот будет, но Блоклист все-таки решили запутать и запутали сами себя, но главное, что... А какой бы у них ни был пик, вот если у тебя ДК вот так вот умирает, и потом вся команда умирает, серьезно ли влияет настолько сильно пик? Скорее нет, скорее вот такие ошибки могут приводить к печальным результатам, что бы вы не выбрали среди персонажей. Ну и отправляемся мы вновь на место проведения, где команды у нас подготавливаются. ДК-ши является MVP данного матча, на лапу-лапу, насколько я понимаю. Мы отмечали его игру, в частности, да, и забирает MVP. Сейчас по передвижениям также посмотрим. Десять участий в убийствах у него 71% относительно всей команды. И там билд, билд по предметам стандартный, естественно, скачок у него взят как основное умение. Вот так вот, игрок на XP, очень редко мы видим Экспера как MVP игры, и здесь ты каша удивил. Это уж точно. Ну, не то, что удивило, он просто сыграл свой стандарт, особо сделать ему почему-то никто не мог. Ну, хороший старт и хорошая статистика, она позволяет тебе побеждать. Я слышал где-то такое. Ну, Беданда, не хватает урона, вот именно на стартовом этапе, когда она, да, она хорошо забирает крипов, и Беатрис хорошо забирает крипов. Вроде бы все хорошо, но именно старт не получается выигрывать на этих персах, когда они в синергии. Но Эстас и Форамис тоже не особо сильно в этом помогали. Показывает нам карту передвижения игрока, и посмотрите, насколько глубоко уже на пятой минуте ты, кажется, заходил, он все время скипал, все время действовал, еще на мид не забывал выйти. То есть этот парень был везде, повсюду, и приносил очень хорошие моменты для своей команды. Приносил им давление по карте, и еще и киллы. Мечальная картинка действия экспевика, ты просто играешь на четверти карты. Дальше тебе дорога закрыта, вот ты ходишь в таком пятачке и говоришь, ладно, ребят, у вас все карта, а я здесь. Ну да, это только на начале, потому что потом, конечно, ты подключаешься уже про всей карты и работаешь вместе со своим коллективом. Ну, самое интересное впереди, как мы сказали, карты, конечно, это здорово, но, в принципе, наверное, передвижение практически любого экспевика, оно будет похоже. Ну, зависит от того, на каком ты экспевике играешь. Если у тебя экспевик на пуш, то да, а если у тебя экспевик на защиту, то ты будешь постоянно играть в тимфайтах, ты будешь меньше отпушивать, а отпушивать, например, у тебя будет какой-нибудь убийца, которого взяли, там, Лигинг, Фанни, кто-то еще. Итак, показывает нам сейчас лучшие моменты этого матча. Просто посмотри, лапу-лапу, да, вот опять же, пока у нас тут основные разборки, он один против всех живет, его бьют, а его пытаются там напинать ему, он все равно живет, он все равно уходит, и даже Сейгин погибает, а лапу-лапу уходит, высвояется. Ну и вот ситуация, когда, опять же, лапу-лапу просто везде впереди, постоянно Старм по двоим, ну или попытки дать Старм по двоим, по одному точно попадает. Так или иначе, Ксавьер уже получил достаточное количество предметов, и урона от него, опять же, много. Делай, что хочешь. Вот этот момент, да, у нас, когда Ахэп заходит, и вот, вот тут надо разойтись и убегать изо всех сил. Хотели подспасти, подсейвить Хаджи как-то, но понятно, что он оттуда не уходил, и на этом погорела вся команда. Но надо отметить очень хорошую игру от Луиза, который запрыгнул и выкинул нужного игрока. И вот здесь, конечно, Бенедете ни в коем случае нельзя было умирать, там одна баллиста была. Продолжение следует...